Жизнь в тайге. Золотодобыча. 35 лет в тайге. Часть седьмая у нас сегодня, ребята. В этом это. Не забывайте ставить педали. Не забывайте ставить нравлица. Это ваше спасибо. Поставили? И только тогда слухаем дали. Вот так вот. Только тогда я вам рассказываю. Зарубите себе на носу. Сегодня у нас, ребята, часть седьмая. Продолжаем. И вот, похоронив Дмитрия, поминули над могильным холмиком. И остался от человека только лишь холмик и импровизированный хрест из палок. Всего-то. Вся жизнь человека. Холмик. И всё. И не говоря ни слова, поехали через горы домой. Знали. Они знали теперь. Что это был последний год, когда они были вместе. А жене Дмитрия сказали, что мужа в тайге разорвал медведь. И вот, поделив общее коммерческое дело на троих, честно отдали долю убитого его семье, честно отдали, но добытое золото уже делили на двоих. Таков был бандитский закон. Он, кто дело загубил, всё, и спая выбывает. И нет его. На этом Егор и Василий разошлись. Разошлись. Чтобы не встречаться, Василий переехал жить в Красноярск, где открыл своё предприятие по закупке мяса и зерна у населения. И поднялся, действительно поднялся, до баснословных вершин. Позже доходили слухи, что его убили в кабаке. Но это было недоказуемо. А Егор... Егор сначала вообще хотел уехать из Сибири. Хватит, мол. Нажился. До конца жизни хватит. А то и внукам, и правнукам. Всем хватит. Хотел продать доставшийся при разделе магазин и всех лошадей. Но как-то сел и призадумался. Куда ему ехать? И откуда? Куда? Когда-то, давным-давно, он, как все люди, проживающие по ту сторону каменного пояса, представлял Сибирь суровой, Сибирь суровейший землей. Сибирь суровейший землей. Сибирь суровейший землей, соединяющий в себе что-то грозное, магическое и таинственное. Где человек невольно теряется в этом безбрежном океане тайги. А душа рвется, аж рвется от бесконечно унылой природы, которой нет конца и края. Он видел в ней забытую, отверженную окраину, страну ссылки и каторги, Куда бесконечный путь сотни лет увлажняется обильными слезами обездоленных судьбой людей. Со скорбью наблюдал, какой темной рекой льется туда горе горемычное, людское. И оттуда не было, никогда не было возврата. Однако за десять лет жизни здесь Егор в корне изменил свое представление до противоположного. Он привык. Теперь он уже привык и уже никак не мог без Сибири. Он сроднился с ней. Он почувствовал волю, свободу и просторы. Чего не было там, на малой родине. Он полюбил этот край со всеми его сюрпризами и капризами. Где за несколько месяцев можно было превратиться в миллионера. Или упасть в выгребную канаву мордой и лицом. Он действительно привязался к этой порой сумрачной, но щедрой стране. Закалился душой и телом в этой постоянной борьбе с физическими трудностями и далеко не гостеприимными природными условиями. Насытился вечным зовом притяжения всегда манящих голубых далей. Он весь напрочь пропитался запахами и красками бесконечной, неизведанной, глухой тайги. И вот, представляя, что, покинув эту страну, он больше уже никогда, никогда не почувствует все. Вот это. Вот это все, что сейчас его окружало. И Егор был готов умереть, умереть от тоски. Теперь он уже не представлял себя без всего этого. Как же он без него? Зачем тогда ему сила, мужество, упорство? Зачем смелость, приобретенная здесь? Для чего все это? Вся жизнь нашла смарку, что ли? М? Для чего тогда вообще жить, если больше не видеть и не слышать, и не чувствовать все то, что сейчас окружает его? Зачем? Зачем отсюда уходить? Но все же Егор решился на поездку. Захотел посмотреть, как же там живется, родным и близким, в его родной деревеньке Бочкари, Вятской губернии. На малую родину явился в длиннополой собольей шубе, лохматой росомашей шапке, рысьих унтах и горностаевых рукавицах. Как барин приехал. Царь, очень приятно, царь, точно. Он очень хотел произвести впечатление. И вот он подъехал к дому в расписных лакированных розвальнях, запоряженных тройкой игривых рысаков за тысячу рублей. Накупил подарков, которые едва уместились в этих санях. И его не узнали. Нет. Они думали, что это приехал какой-то именитый барин. Какая-то большая шишка приехала. И, выскочив на улицу, родные ему закланились. Закланились. Чуть ли не на колени становились. Испуганно посматривая на этого бородатого купца, они терялись в догадках о цели его визита. Мало ли там чего. А когда узнали, узнали сына и брата, они долго еще не могли сказать ни слова. Да, дела в их семье шли неважно. Это, мягко говоря. Все возрастающая конкуренция и отсутствие леса привели к затруднительному положению. Бочки покупались очень плохо. Денег совсем не хватало. Братьям приходилось ездить на заработки в город. А престарелые отец и мать с трудом управлялись по хозяйству. Когда Егор подарил всем по тысяче рублей, они стали кланяться ему. Благодетель ты наш выручил в трудную годы, но... Егор не стал долго думать. И после этого тут же предложил всем переехать. Переехать в Сибирь. Те очень испугались такого. И наотрез отказались от этой дурной затеи. Да куды же нам с насиженных-то мест? Там в Адмеде загрызут. Да и от холода померзнем. Ну, нет уж. Мы тут помирать будем. И как ни старался сын и брат переубедить их, ничего путного из этого не получилось. Встретился Егор и со своей возлюбленной. Встретились. С Натальей Корзуновой. К тому времени красавица очень сильно изменилась. От плохой жизни с мужем-пьяницей, с двумя детьми, проживая в нужде, выглядела намного старше своих лет. Прям не узнать. Некогда белое лицо все потемнело, глаза потускнели, мягкие ладошки и тонкие холеные пальчики загрубели от тяжелой физической работы. И где же все те формы, что так привлекали его? Все сошло на нет. Ее отец умер, а братьев не было. И, не имея ни защиты, ни поддержки, женщина всю женскую и мужскую работу волочила одна. Одна, одинешенька. И, увидев Егора, Наталья едва не лишилась чувств. — Прости, не виноватая я. Это отец. Отец заставил выйти замуж. Только и смогла сказать она. — А я все знаю. Слухи доходили. — А ты знаешь, я все время о тебе думал. — Хамура ответил. Он, чувствуя, как что-то вздрогнуло внутри и аж задрожало, заставляя биться сердце. Вероятно, подобное состояние переживала и она тоже. Было видно, как обрадовалась, расцвела и задышала легко и свободно. Тлеющая искорка любви, вдруг подхваченная ветром, превратилась в жаркое, бушующее пламя. И все. И не было у Егора сил отвернуться от его, как не было желания противиться протянутым рукам Натальи. А позже он много раз спрашивал себя. — Вот зачем? — Зачем я так поступил? — Вот кто потянул за язык сказать необдуманные слова? Так или иначе, под утро, после горячей ночи, проведенной вместе в бане, он сделал предложение. — А поедешь со мной? — В Сибирь. — А как же твоя жена и мои дети? — Ну, покуда поживешь отдельно и тайно, а потом определимся. И, как он сказал это, даже сам испугался. Как же все будет? Но отступать было уже некуда. Выкрал Егор Наталью, как кавказскую пленницу выкрал. И увез. Увез в розвольнях с ребятишками малыми да тремя узелками. Со всеми увез. В город привез тихо. Купил дом, дорогую мебель и всякую другую утварь. На одежду и еду денег не жалел. Одел Наталью в дорогие одежды. Подарил украшения. И она расцвела. Расцвела белой черемухой. Второе дыхание открылось. Как в молодости. Поначалу законная супруга Людмила не подозревала о двойной жизни мужа. И Егор метался между двух огней. Тунды-сунды. Говорил, что едет в тайгу, а сам какое-то время жил у Натальи. Однако в маленьком городке, где все спят под одним одеялом, как говорится, все спят под одним одеялом, а жители знают друг друга прямо в лицо. Здесь любые сплетни разносятся со скоростью проворной свахи, со скоростью молнии. И узнала Людмила, конечно, конечно, узнала, что у Егора есть полюбовница. Но не подала виду. Прежде чем уйти от изменника, она хитростью переписала коммерческие дела. Все коммерческие дела на свое имя. А потом с дочкой, пока Егор был в отъезде, покинула город в неизвестном направлении. И все. Шукай, Витра, в поле. И вот, когда Егор узнал, узнал о коварстве своей супруги, на счетах осталось всего-то сто тысяч. Он был просто взбешен. Но делать было нечего. Ведь сам подписывал бумаги и все банковские счета. И что ему оставалось? Он пришел жить к Наталье. Ну и там теперь уже было. Теперь уже было все не по нутру. Теперь уже все. Вкусившая роская женщина в корне изменилась. И открыла теперь свое истинное лицо. Она требовала. Теперь она уже требовала от него средств для увеселения и общения. Я требую продолжения банкета. Хе-хе, точно. Но Егор, правда, ей не отказывал. И давал все, что она просила. Со страхом наблюдая, как тают все его последние накопления. Ну и в итоге все закончилось. Все закончилось для него плохо. Плохо. Очень печально. Теперь уже просто не в силах открыть какое-то дело. Пропадая в тайге, заметил, как холодеет к нему та. Да, та, кто была всех дороже ему в молодости. И вот однажды он узнал, что пока его нет дома, прямо в дом к нему частенько заглядывает денежный купец ворохов. Деньгастый парень. Знает, кого приглашать. И все объяснения с Натальей были подобны весенней грозе. Она высказала ему, что Егора вовсе и не любила. И детей от него, как он хотел, иметь не желала. Так и сказала ему. А жила с ним только потому, что, как она сказала, некуда было деваться. И вот, подавленный жестокой изменой и страшным падением с головокружительной высоты, Егор был подобен срезанному молнии кедру. Бросившись в загул, который продлился около двух лет, Очнулся в дешевом кабаке без копейки денег в кармане. А Наталья, а что Наталья? Наталья уже жила, уже жила с другим человеком. И даже в дом на порог не пустила. И ему ничего не оставалось, как вновь идти в тайгу. В свою тайгу со своей канистрой спирта. И начинать все. Начинать все сначала. Но таежная глухомань теперь уже встретила Егора очень неприветливо. Фартовые места, где он когда-то промышлял с Василием и Дмитрием, были уже заняты. Все. Было уже все занято. Другими спиртоносами. Каждая кочка. Которые не допускали теперь никакой конкуренции. А на Гуляевской заимке обжились уже очередные хозяева дикого мира. Новые. Хозяева тайги. Которые даже и слушать не хотели о правах на их территорию. Ты кто такой? И все. И Егору пришлось несколько раз сталкиваться с дерзкими бандитами-разбойниками. Отстреливаться от хунхузов. Один раз он был очень серьезно ранен. И теряя силы и кровь, чудом ушел от преследователей. Потом долго лечился на староверческой заимке. Собрать новых друзей, чтобы силой, силой завладить местом под солнцем. А по-другому они никакого языка больше не понимают. И он пытался собрать новых, надежных друзей. Он даже пробовал мыть золото в одиночку. Но опять же потерпел неудачу. Это фиаско, братан. Никуда не денешься. Ничего не получалось. Куда ни тыкнись. Куда ни сунься. Везде как... Как закрыто все. И, как оказалось, работать одному было очень опасно. Так как бандиты-разбойники проверяли каждый ключ. Только и ждали дня, когда намоют побольше золота, чтобы похоронить его. В своем же шурфу. И опять тот же холмик. И импровизированный крест из палок. Это еще в лучшем случае. Да, действительно казалось, будто земля-кормилица мстит ему. Она мстит ему за грехи прошлые. Когда он пытался извлекать из нее все, все соки. И драгоценный металл. Точно злая ирония судьбы насмехалась над его стремлением опять взлететь. Опять подняться до недосягаемых вершин. Как же он хотел этого. Хватит. Не сумел удержать в руках счастье. Все. Берись за сумму. Хватит. Все. С меня хватит. И так было всегда. Всегда. Во все времена золотого сибирского потока. Этого волшебного двигателя жизни, заставляющего изнемогать под тяжелым старательским ярмом, отдавая все ее благо где-то вдали жирующим собственникам, неведомым баловнем жизни, может, никогда и не видавшим, каким кровавым потом рожается эта роковая добыча. За сотни. Да какие сотни. За тысячи лет его существования еще никто и никогда не слышал и не видел богатства однодневных миллионеров. Кто начинал свою деятельность от лотка и выносил домой на хребте своем в котонке пуд или два золота. Всегда. Завсегда было так. Припеваючи жили только те, кому его выносили. Завсегда так. Егор Бочкарев был всего лишь первой волной золотого сибирского потока. Всего лишь первой ее волной. Кто мыл золото на приисках, как и все здесь. Однажды, примерив на себя соболью шубу однодневного миллионера, он не смог удержать в руках счастье и упал под тяжестью богатства туда, где и был. И теперь упал под тяжестью богатства туда, где был. Там и остался. Там и сидел. И не рыпайся. Все. И теперь не мог вернуться на желанную вершину. Никак не получалось. Где удержаться было очень тяжело. Очень немногие повторили его жизненный путь. А те, кто знал, поражались его настойчивости, с какой он движется, движется к намеченной цели. Вот это упорство! Даже завидовали они. Ведь к своему уважаемому для старателя возрасту простой лодочник не терял надежды. Никогда не терял надежды, что снова, снова обязательно наденет соболью шубу. И каким способом Егору удастся это сделать, оставалось только предполагать. Золотуха. Завтрак в зимовье на Каротавке был недолгим. Отдохнув и подкрепившись, отец и сын стали собираться в дорогу. Нам бы на ту сторону переплыть, укладывая остатки продуктов в котомку, попросил у Егора Ефим. Мог бы и не говорить, понимающий кивнул головой тот, поднимаясь в нар. Это мы в раз организуем и напарнику. Назарка, да хватит там жрать уже, а? Айда, людей на ту сторону перетолкнем. А ну, айда! Назар, сухощавый, высокий мужик, лет тридцати, с живостью подскочил, ударившись даже головой в низкий потолок. Сморщился, скукожился и проворно направился к выходу. Вот тить, дал бог роста, со смехом проговорил Егор. Ох, вымахал, дуринда! Ха-ха, велика тычка, дурная тычка! А ну, бегом! Как лыжка приймет, так лбом в матицу вот это и тычется. Я тебе дам! В скорости вообще все мозги выдумать. Это не рост виноват, а рубщики, он, лень было им еще один венец положить, что ли? В тон ему ответил Назар и вывалился на улицу. Что-то ты после чая не колотишься, а как употребишь, так все те виноваты, а? Подолжал Егор, следуя за ним. И с шутками и прибаутками все четверо пошли к берегу. На воде, привязанной к тальникам волосяными веревками, покачивались две долбленые из осины лодки. Выбрав самую крайнюю, Егор показал Ефиму и Кузе, где расположиться. Встал на корму, взял шест и приказал Назару. На, отвязывай! Напарник быстро выполнил команду, с шестом в руках встал в нос, оттолкнул семиметровую посудину. Покачиваясь на волнах, долбленка проворно проскользила от берега, послушно развернулась в сторону противоположного берега. Кузька вцепился в борта и с испугом посмотрел по сторонам. Страшно! Грязная вода полна сил и напора. Аж черная! А по поверхности реки плывут щепки, ветки и коряги. А веселый Егор, уверенно управляя в корме шестом, смеется. А? Шо, малой, первый раз, что ли? Да, ни разу не был, ответил за него Ефим. Не бойся, не боись, переплывем. Только кабы Назар за борт не выпал, успокоил кормовой. А шо, бывает? покосился на носового Ефим. А как же? Конечно, бывает. А без этого тут никак. Зря ты ему последнюю плошку налил. Сам будешь за ним сягать теперь. Это он наговаривает. Неуверенно покачиваясь из стороны в сторону, отозвался Егор. Наговаривает. В этом году еще ни разу не падав. Я тебе дам ни разу. А ну молчать, бояться. Тот только блым-блым и сидит дальше. Последние слова он так и не договорил. Но с лодки ударился отопляк. Дрогнув, долбленка закачалась. Потеряв равновесие, Назар с шестом в руках кувыркнулся за борт. Бульк и нема его. На некоторое время, скрывшись под водой, потерялся в этой мутной стремнине. Кузька аж подскочил и как закричит «Дядька утоп! Дядька утоп!» «Ага, его утопишь! Жди! Говно в говне не тонет!» С усмешкой отозвался Егор, придерживая лодку о каменистое дно. «Кабы в луже, вот туда!» «То совсем другое дело!» «А в шинде нет!» «Не утоп, дядька!» «Че вылаешь?» «Он в реке!» «В реке, как налим без хвоста!» «Все равно выплывет!» «Коли даже и рук у него не будет!» Назар Назар вынырнул нескоро, уже ниже лодки, отплевывая воду изо рта, осмотрелся, не выпуская из рук шеста, и стал загребать к берегу. «Ну, че?» «Рыба есть?» «Рассмеялся Егор и посоветовал». «Да ты не туда правишь!» «До того берега далеко!» «Плыви назад!» «Назад, говорю!» «И за лодку не цепляйся! Еще нас опрокинешь!» «Плыви вон!» «Вон к той косе!» «Слышь!» «Я сейчас Ефима с сыном перевезу, а потом уже за тобой подчалю!» Послушный Назар неторопливо погреб туды, куды указав старший. Егор быстро перетолкнул лодку через стремнину, высадил отца и сына и махнул рукой на прощание и направился за этим незатачливым напарничком. Тот уже сидел мокрый на камнях, выливал воду из бродней. «Дядь, а он что, правда рыбу видел?» Испуганными глазами глядя на отца спросил Кузька. «Да не, это дядька Егор пошутив». Пряча улыбку ответил Ефим. «Пошутив он так. Как бы он в то том упал, а там да, а там глыбоко, там есть хариус, а тут мелко, мелко, потому как бачишь, быстро вынырнул, как бревно, да, быстро». «А это значит, что тут рыбы нету. Нема рыбы». Не понимая шутки, Кузька с опаской смотрел туда, куда показал отец. «Верить или нет?» «Чего так шутят шутки тут?» И так ничего и не поняв, подхватил котонку и побежал за ним вглубь леса. А между тем день разыгрался. Жаркое солнце преодолело половину голубого без облаков неба. Хвойные деревья от мягкого дуновения теплого ветерка аж ожили, задышали оттаившей смолой и корой. Будто невидимый могучий источник жизни погладил их гигантской огромной рукой. И от этого просел спрессованный снег. Зашумели освобожденные от зимнего покрывала руки ветки. Затрещали отжившие сучья. Все ожило. Славе благодатное время года запищали, затенькали, засвистели, запирыкали, порхая между стволов кедров елей и пихт мелкие пичуги. Загремел неожиданным глухим роктом в горе проворный ключик. Заломилась, ухнула, падая от тяжести времени старая подгнившая лисина. А где-то на увале непонятно застонала, тяжело вздохнула, пригретая лучами сырая земля. И как не старался Кузька поспевать за своим отцом, это у него получалось очень плохо. Не получалось. Сбитый собственной тяжестью снег держал человека хорошо. Они шли поверху, иногда проваливаясь по щиколотку. Но шаг сына был короче, гораздо короче отцовской поступи почти в два раза. И это сыграло большую роль в передвижении. Ефим, слушая шаги за спиной, не спешил. Он понимал, что Кузька торопится. Он как вышагивает. Он замедлял ход, ожидая его. Иногда даже останавливался, будто к чему-то прислушивался. Потом опять неторопливо ступал вперед, незаметно увеличивая расстояние. Когда понимал, что сын устал, он останавливался на кратковременный отдых. Именно на таких небольших привалах, вслушиваясь тайгу, Кузька с любопытством спрашивал. А чего это? А чего это там треснуло-то? А? О, чего-то щелкнуло-то? А это кто кричит? Кто это? Ефим с улыбкой смотрел на него, давая объяснение на тот или иной вопрос. Кузька понимающий качал головою. Какой ты, тятя, умный у меня. Он все знаешь. А что ж тут умного? Он проживешь с мое, потопаешь ногами, ногами. Послушаешь ушами в ушами. Вот и все. И сам все будешь понимать. В тот день они прошли немного. Неспадающему на закат солнцу надо было катиться до линии горизонта еще несколько часов. Но увидев зимовье на берегу ручья, Ефим сказал. Ну все, Кузьма, все, пришли, тут и ночевать будем. Сын был рад его решению, потому что все, он в край устал, в край вымотался, ноги как вармушель. За все время передвижения они прошли около двадцати километров, но этого четырнадцатилетнему юнцу было достаточно. Предостаточно. И пока отец затапливал там глинобитную печурку и ходил за водой, он присел, присел на нары возле стены, прислонил голову к бревну и все, и тут же задрых, засопел в две дырочки. И проснулся кузька далеко за полночь. Испуганно вскочил, вскочил аж на нарах и не сразу понял, где это он находится. Приглядевшись в темном помещении при свете тускло тлеющего жировика, он узнал зимовье, увидел спящего отца и успокоился. Хотелось есть, кушать. На столе стоял котелок с супом, и он сразу же схватил деревянную ложку и с жадностью стал хлебать в прикуску с лепешкой. Услышав шум сорбанье, Ефим сразу же открыл глаза, очи блим-блим, и приподнял голову и улыбнулся. А? Проголодався? Ну-ну, давай, давай, наедайся, подкрепляйся, а то до вечера так и лег, не покушавши. И он встал, потянувшись аж до хруста костей в позвоночнике, и вышел на улицу, а потом вернулся. «Вызвездила!» Зевая продолжил отец. «Чего?» «Вызвездила, говорю!» «В самую пору на ход собиратися! А то покуда ты он отдыхал, дрых тут! О! Золотуха приходила, звала в дорогу! Да я не стал тебя поднимать! Ты ж дрыхнешь! Чего? А кто такая эта золотуха? А?» Отстранившийся жидкотелка удивился кузька. «А? Золотуха? Тетка! Тетка! Которая от старателей золота прячет!» «Как это прячет?» «Вот так и прячет! У жадного отбирает, а щедрому дает! «Чего?» «Ты ешь, ешь давай! Наминай!» Присев на нары, набивая трубочку табаком, проговорил Ефим. «Наминай, наминай!» «А я поведаю!» И, подкурив лучинкой от печи, отец втянул дым, немного помолчал и начал рассказывать. «Ну, у нас у людей как? В каждом заделе какой-никакой дух имеется. Дух! Какую работу не начни, помоли тыся надобно, правильно? Спросить у хозяина дела, разрешение и покровительство. Обязательно спросить? Обязательно. В огороде ли землю под картошку копаешь? Тоже сказать надо. Мать-огородница под моги. Или перед тем, как с литовкой траву косить, проси помощи. Мать-покосница, удари густой досочной травою. Земля, вода, дерево, трава или камень. К примеру, все имеют свою душу. Все. А эта душа и есть творение Господа Бога. Только кроме Бога есть ему еще помощники. Потому как Бог за всем сразу уследить не может. А те ему в этом подмогают. А вот точно так же и на старательском промысле. Точно так же. Вот пришел ты вроде как золото искать. А обязательно разрешение у золотухи спросить надо обязательно. Обязательно. Так мол и так. Мать золотуха, дай немного на пропитание заработать. Да и на удежку дай. А я тебе за это спасибо скажу. А если от чистого сердца просить будешь, она обязательно пособить. Обязательно. А колы с умыслом, да и коварством, даже навредить. И так искоса посмотрев на сына, Ефим сощурился. Слушает али нет. убедившись, что тот вообще не отводит взгляду, продолжил. Давно то было, давно то было. Мужики рассказывали, когда первые старатели пришли на эту землю, тут много всякого добра было. Шишки кедровые по земле разбросаны, вступить некуда стоки шишек. Ягоды разные вообще, аж кусты ломились. Живности лесной вообще пропасть. Скоки хош, белки да соболя, как бурундуки, тунды-сунды по колодинам носились. Да, а вот были времена, а золото, золото тоже уйма было. Вот завернешь кусок дерну и крупинки сами осыпаются. Вот значит, пришли двое товарищей за золотом. Один щедрый, другой жадный. Как увидели богатство, все, едва рассудка не решились. Той, который щедрый, все-таки взял себя в руки, охладил разум и у матери золотухи разрешения спросил и стал золото в мешочек собирать. А той, который жадный, ничего не спрашивал и, знай себе, в карманы, в карманы дай под рубаху самуродки набивал. И чем глубже они копали землю, тем больше и крупнее золото попадалось, чем больше и крупнее. И щедрый вовремя остановился. Он набрал именно столько, чтобы можно было унести. А жадный не, а жадный не отступався. Все набирал и набирал богатство, куды только можно было. И добрались они до огромного желтого камня размером с медвежью голову из места сдвинуть не могут. Жадный как ухватился за него, мое кричит, ни с кем делиться не буду, мое, мое золото. И вдруг они смотрят, а к ним баба идет в желтом платье. это и есть мать золотуха. На голове платок такого же цвета, а из-под платка вместо волос золотые нити просматриваются. На руках дорогие браслеты, кольца, все из золота. и она подошла к ним и говорить. А что, мужики, не отдадите ли мне вот этот самый большой самородок? Мне в избушке дверь подпереть нечем. Щедрый мужик сразу же отошел, отошел в сторону. Мол, бери, коли унесешь. Мне того, что набрал, хватит, мне хватит. А жадный оскарился, как заскрипит аж зубами. Не дам кричать, не дам. Мое, мое золото. и баба только усмехнулась, но не обиделась. И говорить. Ну, что ж, если не дашь, так и оставайся с ним навсегда. И пошла прочь. И пока щедрый ей след смотрел, жадного камень аж по пояс в землю, как затянув. Ему бы выскочить из ямы, бросить этот самородок, но он никак не отступается. Хочет вывернуть это богатство наверх, аж пуп развязывается, тужится, жилится, но это у него никак не получается. А камень, камень так и тянет его, быстро тянет его за собой. И вот уже аж по самые плечи увяз, все, одна голова осталась. И шо это хотел сказать, но уже и рот песком забило, аж задыхаться стал. И все, сынок, и все. А так и провалився вместе с этим каменем, так и не смог выбраться. И договорив все это, эфим пыхнул дымом в сторону и о чем-то очень задумався. А что ж дальше? Что дальше-то было? С затаенным дыханием спросил Кузька. Так ничего. Той мужик, который щедрый был, домой из тайги вышел, вышел, и все то, что имелось, продав, семью одел и накормив, и с друзьями даже поделился. «Да, а другой? А другой дядька что? Другой? Так его больше никто и не видев. Наказала его мать золотуха за свою жадность». Кузька очень долго молчал после этого разговора. Было видно, что байка отца произвела на него большое, большущее впечатление. И весь рассказ Ефима он принял за чистую монету, за действительно за правду, который в дальнейшем сыграл в его жизни большой опыт. К назначенному месту отец и сын добрались на второй день к вечеру. Выискивая одному ему известные метки в нешироком зажатом скалами распадке, путая свой след от любопытных глаз, Ефим наконец-то изрек. «Ну вот, сына, одначе мы и прибыли». «А куда это мы пришли?» В конец уставший от долгой трудной дороги, с опаской посматривая на эти хмурые горы, проговорил Кузька. «Туды, куда надо, пришли!» Направившись старому дуплистому кедру на пригорке, дополнил отец. «Туды, куда надо, пришли!» «Во!» «А где избушка?» «Зимовья не будет, нам ни к чему лишние следы. Жить будем прямо вот тут, вон, прямо вот под этим деревом». Просто обескураженный ответом сын в нерешительности прошел за ним и устало снял котомку, потому что опять ноги как вармушель и присел на снег. Он даже не думал, что им придется ночевать под кедрами. Он ждал теплого помещения и крыши, хотя бы крыши над головой. И все, в глазах появилась тоска. Место ему сразу не понравилось, как-то сразу не понравилось. В отличие от всей тайги, где все пело, журчало, звенело, здесь была тишина, тишина и спокойствие, как глубокой осенью прямо перед снегопадом. Угрюмые мрачные горы казалось давили, давили, отжимали тисками со всех сторон. Холодные скалы были подобны гигантским исполинам из страшных сказок бабушки Соломеи, рассказанных на ночь. Холодный снег лежал нетронутый. Солнце сюда заглядывало очень ненадолго. но отец не разделял его настроение. Быстро освоившись, потому что был здесь не первый раз, он сразу же достал топор и нарубил дров и развел большой костер. Показал кузьке, где надо выкопать лунку в снегу, чтобы добраться в ручье до воды. И пока сын наполнял котелок и чайник принес из леса лопату, кирку и овальный лоток для промывки золота. О, сохранилось. Видно, что никого не было. Так и ночевали. Ночевали у жаркой надьи. Утром, пока кузька спал, Ефим очистил неподалеку от ручья перед скалой небольшую полянку и начал бить, копать шурф. Когда сын проснулся, он углубился уже в землю аж по пояс и с радостной улыбкой приветствовал его. Эх, ну и спишь ты, кузька, как той в адмете в барлоге. Ну, ты дрыхнешь, дрыхун, а вот так и не заметишь, не побачишь, как вода в ручье даже поднимется. Хе-хе-хе. Вставай, подъем, рота. И несколько даже обиженный вот этим его таким замечанием тоже мне доброе утро. Кузька поначалу насупился на него, но потом оттаял, как комар под лучами солнца. Стал живым и активным, стараясь во всем помогать отцу. Ведь теперь уже ноги не были как вармушель. Трохи отошли. После завтрака Ефим позвал его за собой к отдельно стоявшему кедру, где за стволом была спрятана недлинная около трех метров колода. Колода для промывки песка. Вдвоем они быстро перетащили ее по насту к ручью и установили примитивный старательский станок на камне и подвели воду. И когда все было уже готово, отец рассказал сыну, что делать дальше. Кузьки надлежало перетаскивать пески от шурфа к колоде в кожаной сумке за спиной и высыпать их в так называемое горло, горло этой колоды и прогонять по всей длине царапкой. Любопытный мальчишка не переставал задавать ему, задавал, задавал и тандычил, задавал ему многочисленные вопросы. А это что? Чего это? А это? Это зачем? А почему так, а? А почему так вот, а не вот так вот? Почемучка еще тот? Ему было все интересно. Но Ефим терпеливо рассказывал ему весь процесс, процесс промывки золота от началу и до кентя. И пояснил, что сейчас, пока не оттаяла земля и не пошла уже коренная вода, добраться до так называемой подушки, где находится отложение тяжелых крупинок, сейчас легче всего. И показал, что когда-то русло ручья было здесь. Именно здесь, а не там. Это старая река, старое русло. Понимаешь? Когда-то давным-давно здесь проходила точно такая же река. И именно она, именно она и приносила золото. А значит, под напором воды сюда могло принести не только мелкие крупинки шлихово отложения, но и более тяжелые, тяжеловестные самородки. очень захватывающе, ребята. Мы узнаем, как добывается золото, как это все происходит в те давние времена. У меня вопрос, как только они узнали, что именно здесь проходила старая река? Ведь не было никаких буровых машин. Вот так тыкали, так куда попадешь, и вот так получается как это пальцем в небо, что ли? А по-другому никак. Никаких проб никто не брал, вот так тыкались, как может по местности ориентация была, вот это нам не объясняют. Но очень интересно, ребята. Ставьте ваши педали, не забывайте, это спасибо. Услышимся уже завтра. Опять повторю, видите, это уже седьмая часть, неужели вы не видите, что это новый рассказ? Новый, новый, том 2, 35 лет в тайге. Догнали теперь? Вот то, на лоб теперь себе запишите. Ну похожие названия, ну ничего не сделаешь. Теперь знаете, это новый рассказ. Предыдущий, если хотите услышать вот этот название, то он в плейлисте прямо под видео находится. А на сегодня, ребята, шо? А на сегодня все. Услышимся, увидимся уже завтра.